Здравствуйте, друзья, это Дмитрий Горов, канал Един Спорт. И я думаю, вы узнали этого человека. Поздравляю тебя с Кубком России. Это на самом деле очень смешно. Как сегодня прошло все, расскажи, как ты поехал, кто там с вами сидел? Ну да, нас официально все пригласили, нужно подготовить всю документацию, чтобы все срослось, но вроде как уже одной ногой, да. А пока ты... У меня внешний вид такой, как я из дома вышел, так и пошел. А тебе внезапно, что ли, позвонили? Ну я типа до конца и не знал вообще, что нас там позвали, не позвали. Я еще звонил, уточнял, я уверен, что вам вам нянут, может вы еще кого-то хотите. Вот. Ну что, приехали, рассказали, какие нужны всякие документы, вот эти перекротические истории, потому что нужно там официально юралицо. А там кто-то из начальников был прям? Ну были, но типа не прям главный. Не прям Дюков, да? Да, нет, его не было, вот, я с ним виделся как-то раз, но очень, я не уверен, что меня помнят. Короче, сказали, что нужно сделать, чтобы все получилось, все, сказали, что официально, вот, хотим, все, давайте, вы хотите, мы игрем, да, мы с удовольствием готовы попробовать эту историю и все, попытались. А сказали, с кем примерно играть? Ну, как я понял, это 1-256-я, и там участвуют, то есть максимальный уровень команд, на которые можно попасть, это вторая лига, а минимальная, ну, то есть на которой скорее всего попадем, это вот типа третья лига России, ну, короче, КФК. Ну, там же есть свой кубок, там есть свой чемпионат, то есть вот этих, их там команд 8-10, и вот на кого-то из них скорее всего попадем. Это уже прям 100%, вы и Дудроц вместе там сидели. Ну, если не будет, короче, нам сказали, что нам перечислили список документов, мы немножко охренели, нам сказали, не переживайте, мы вам если что поможем, типа пообъясняли, к кому и как обратиться, поэтому мы в целом... Ну, там взносы в большинстве, или нам ничего не нужно? Ну, там взносы только такие, что тебе нужно организовать матч, матч, аренды, стадионы... Да, матч Амкала и матч Тудроц, мы должны быть принимающими, и мы и они, вот, я не знаю, где будут дроты принимать, финально они, я думаю, что они еще будут обсуждать, ну, скорее всего, каждый день мы, вот, ну, наш домашний, это Сапсан. Сапсан, аренды. А его, кстати, еще надо проверить, чтобы он прошел по всем этим правилам РФС, потому что там уже, типа, много всяких нюансов. А вы поняли, как... Сдаваться вы их это спросили, можно лучше? Да? Там нельзя. Трансляции будут, скорее всего, на канале Амкала. Очень хотелось бы. Либо, если матч ТВ, то, наверное, это уже внутри же продажи. Ну, я думаю, что там все зависит от того, как договорится РФС. Если они нас обяжут, чтобы трансляция была на матч ТВ, то мы, естественно, исключительно видосы можем подготовить. Если скажут, что можете сами делать трансляцию, то, конечно, с удовольствием ее сделаем. Ну, мне кажется, что это прям будет ругило. Это... Ты говорил, что это вообще новый этап в твоей жизни, Кубок России. Это реально так? Ну, это удивительно. Это странно. Мне кажется, что, типа, в какой-то момент должны сказать, какой, блядь, Кубок. Вы что-то тут дуги, блядь. Я не понимаю, в чем вообще проблема? Почему так говорится? Есть же... Я сам играл в этом Кубке России на какой-то там начальной стадии. Мне кажется, ты тоже играл. Я когда на КФК играл. Ну, видишь, не, на КФК, да, на КФК играли. Но это все равно, знаешь, типа, вот для меня есть очень большое разделение между, типа, там, 10 лет назад я играл в футбол. И сейчас ты тут мега-история, потому что, ну, как будто бы мега-футбол всегда был так сильно далек от профессионального, а сейчас как будто бы мы слишком близко. Я даже настолько близко, что я чувствую себя некомфортно. Вот так, типа, знаешь, вот так ты, как у большого футбола. И ты такой, все нормально. Ну, типа, я очень переживаю за какие-то вещи, которые мы привыкли видеть в медийном футболе. Там, где-то какие-то споры, где-то много людей на скамейке, количество операторов, там, возможность выбегать на поле. Да, мы там не нарушаем правила футбола, но я думаю, что, в куке, Россия нам даже на ранней стадии не дадут этого сделать. Будет забавно, если МКАО дисквалифицировать за то, что мы после какого-нибудь гола выезжали, а тут вот, за то, что в технической зоне 70 человек, типа, знаешь, и мы выезжали все сразу. Не, на самом деле мы тоже хотим залететь, а что нет? Ну, вот эта вот команда тоже, там, мы тоже разговариваем. Мы готовы кого угодно заявить, ну, лишь бы, скажем, кого угодно заявить. Нет, а что, а у тебя задача, ты пообещал давить, что ты его в профессиональный футбол обернешь? Серьезно, да. И ты хочешь, чтобы перехватили на Кубке России кто-то? А у тебя была мысль хоть кого-то из броков забрать? В тот момент, когда у нас такая хрень произошла? Нет, кстати, я очень переживаю изначально за этих ребят, ну, то есть, типа, очевидно, что они уже себе сделали какое-то там имя в броках, но мне кажется, что, короче, по идее им переживать было нужно больше, чем вам сразу, потому что, ну, типа, окей, если ребята покидают броков, но сейчас за время МКС, за месяц вы себе найдете новых героев. Ну, то есть, да, ну, наоборот, даже, знаешь, что, типа, раскрывать персонажа всегда интересно, гораздо сложнее, когда у тебя все раскрыты, и, блядь, и что с ними делать? Вот, поэтому, ну, я почему-то был верен, что так и случится сейчас. Но это не постанова. Я понимаю, но как будто это очень-очень. Я в этот же день проверил все свои источники, кто мог бы предложить такое количество денег. И никто, даже плюс. Никто даже. Но ты испугался в какой-то момент, что сейчас заходит вот эта куча, сейчас Сибич делает ролики, куча команды сейчас заходит, которые сыплют просто какими-то неимоверными рингами. А прикинь, Коля возьмет и не возьмет эти команды, наверное, блядь, они просто с такой же периодичностью такие... Ну, ты не успел испугаться, что тебе придется каким-то чувакам платить кучу бабла? Да нет, слушай, я и так стараюсь прийти к тому, чтобы все на и команде зарабатывали кучу бабла. Вот, это, наоборот, в какой-то степени даже влияет на, ну, типа, на рынок. Ну, то есть, чем больше предлагают, тем больше, тем увеличивается там какой-то бюджет команды и нашей. То есть, соответственно, если бы только один омкал был и никого не существовало, вряд ли бы мы могли и позволить себе там... То есть, грубо говоря, когда кому-то начинают платить, то ты сразу приходишь к спонсору и говоришь, чуваки, рынок изменился, нам теперь для поддержания нормальной работы команды нужно... Нашей команде мы никому не платим. Ну, будете, иначе... Ну, будет, придется. А я буду доплачивать Роме, если мы с ним будем в одной группе играть, чтобы он нам помогал. Выходил минут на 40-50, ты это не помнишь? Нет, чтобы он договаривался. Ну, помогал, так... Это не та помощь, которую омкал от меня хочет. Они уже взяли Фила Воронина. Ну, да. Ну, это смешно. Слушай, если закрывать тему с МКС, открытую, новую, все-таки есть ли логическое объяснение того, что нет на спорте? Потому что там разные звучали слухи, но по идее для разгона это же команда, которая в любом турнире важна. Слушай, ну, здесь все время стоят во главе личные какие-то тоже соцсети и так далее. Мы можем заглянуть на канал на спорте и посмотреть. Ну, так, так, типа... Грубо говоря, что говорят об органе? Нет, конечно, есть классная, там, типа, история с разгонами, но она мне никогда не была близка, ну, то есть я, ну, не готов на радио онлайнов 200 тысяч с кем-то драться на пресс-конференции, ну, простите, ну, типа, я лучше буду со своими 60-70 тысячами, но, ну, типа, буду честным, по крайней мере, для себя. Не знаю, к чему приведет, но, опять же, МКС это эксклюзивная история МКАУСТ ВРОД сейчас, и это первый турнир, где мы можем пересечься. Пересечемся или нет, сейчас узнаем. Вот с броками мы играли, с бейбеги нет, с деньгами тоже не играли, еще пока непонятно, что за... Там деньги, говорят, так усилились, что... Да, там говорят, мощь какая-то у них вообще подъехала. Сейчас придем в Заревьевку и пойду изучать заявки до конца, чтобы все-все приедут. На что ты ориентировался, когда новичков сейчас приглашал? Сейчас? Ну, да. В МКАУ? Ну, да, да, в МКАУ, конечно. Слушай, ну, мне все время... Потому что пацаны же особо неизвестные. Ну, я гонюсь за персонажностью, у нас очень много людей на просмотре, но это совсем не значит, что они все попадут. Ну, то есть очень много игроков, которые... Мы просто их смотрим, изучаем. Кто-то более интересный, кто-то... Ну, типа, из кого можно ступить персонажа? Ну, то есть я... То есть должна быть какая-то судьба. Ну, да, потому что на сегодняшний день я не готов кого-то взять так, чтобы человек провел месяц МКС или там 4 месяца, да, плюс МФЛ и ушел. Ну, мне не хотелось бы таких игроков. То есть те, которые стали бы, хоть хочешь, пытались бы полить... Ну, да, долгую, да. Ну, вот условно для тебя, там, вот если взять такой персонаж на стыке, который особо не раскрыт, но при этом там футболисты там что-то пытаются делать. Условно, Макей, это персонаж или нет? Ну, да, да, мне кажется, что... Ну, во-первых, Макей не рвется обратно в футбол профессиональный. А у меня тоже очень много на просмотр пришло чуваков, которые МКС воспринимают, как... Трамплинчик. Сегодня я поиграю здесь, да, через месяц отпустите меня в профессиональный. Ну, типа, они не понимают... Ты не пытаешься объяснить, что это... Что-то так не работает. Болото для футболистов. Это, типа, кладбище хороших футболистов. Наоборот, типа, ты будешь... Не команда будет апдейтиться до тебя, а, наоборот, ты сдеградируешь на средний уровень медиафутбола. Ну, вот, поэтому... Ну, посмотрим, посмотрим, почему это пройдет, правда. Ну, я переживаю за гонку вооружения. Мне хочется... Я еще жду регламент. То есть, если МКС я имею какое-то давление, понятно, да, там, на руководство, то... МФЛ? МФЛ... Как там? Я могу только посоветовать. Да, я не могу... Если скажут, что в составе, может быть, 8 игроков РПО, то, блядь, что... Мне придется только прискачивать, что мне делать. Я сейчас, слава богу, нахожусь уже не в чате Амкала. Почему, слава богу? Потому что я меньше знаю того, чего нельзя говорить потом. Это ты вроде такой знаешь что-то и такой... Вроде да, а как ты это узнал? Там из чата, да? Да, и не можешь ничего... И даже если что-то тебе с другой стороны приходит, ты все равно понимаешь, что ты уже знаешь это. Вот. Но, тем не менее, в последних роликах начало прерываться и замкало то, что давным-давно не прерывалось, то, чего не было. Условно, про Коба говорит, там, мы потеряли какой-то чемпионский дух. Хотя, в принципе... Слушай, ну, мы просто проиграли сколько там, 5 матчей подряд, даже включая те, которые в ничу играют. Мы по пенкам просирали, поэтому у него очень приятная история. Ну, что бы, нет, ну, мы большинство матчей, как раньше относились, так и сейчас относимся, особенно к шоу-матчам, где нужно всем уделить внимание. То есть, когда вот 30 человек приезжают на игру, хочется, чтобы все 30 приехали. Ну, потому что, какой смысл лететь в Казахстан и не играть? Ну, типа, странная история. Ну, то есть, на тебя эти негативные результаты, они абсолютно не влияют? Ну, шоу-матчей нет. Ну, у нас пока нет планиров, где мы обозрались. Ну, весь год все, где участвовали, здесь все выиграли. Круша МКС и там всякие кустрюры, пульбовки, да. То есть, никакой там галочистки, вообще ничего такого не намечать? То есть, те, кто сейчас есть в команде, они останутся? Ну, у ребят есть четкое понимание, что, да, если мы добиваемся результата на МКС, то они знают, что практически все будут и дальше. А если не добиваемся, то, может быть, какие-то изменения? Ну, у нас у большинства игроков заканчивается контракт в конце МКС, и мы будем уже смотреть уже индивидуальный порядок. Опасно звучит это все для... Ну, хочется, чтобы это было не опасно, а мотивация типа, что МКС. Ну, я верю во всех ребят, которые у нас есть, у меня, да, зная, сила и энергия вообще всех, абсолютно всех, даже вот тех ребят, которые там меньше музыки играют. Ну, словно Кажемяк, или он закончил? Скажу, Мяк на сегодняшний день, ну, у него сейчас для него этот маленький такой, типа, сейчас сбор он пройдет, он сейчас пройдет, у него там игра, он будет играть вместе с Проспатромом, у него на сегодняшний день контракта нет. То есть, там проблема в том, что он именно пока не устанавливался от травы? Нет, он устанавливался, все хорошо, но конкуренция. А, ну, сейчас появился еще один защитничек уже, но еще пока он не открылся. То есть, получается, Олег, еще один защитничек, Бара, Стас, 4. И еще, я так понимаю, профик, который... Эрик тоже играл, на центральном защите. То есть, получается, 5 уже. Ну вот, да. И он 6-й. У тебя слезка не течет, когда ты понимаешь, что Кажемяка может? Ну, я уверен, что Непитоз, ну, он сказал, что я на сборах так отпошу, что вы, блядь, выкинете всех, и я буду играть в Роспатром. Я ему доверяю в этом плане. Есть такое ощущение, что сейчас, если прошлый МКС начинался с того, что был противостоянием Call to Drows, что сейчас это невероятная дружба. Ну, не знаю, не знаю. Что вы просто, как такие братишки, друг друга поздравляете, любите, там, целом. Это до того момента, пока мы не сели вот на конференции перед, вот как только что-то будет, и только искра, она всегда будет, а бензин и у нас, и у вас есть. Типа это мы все создали. Да, 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 мы все создали. Нет, это мы создали, нет, это вы создали. Ну, ладно, в общем-то, как раз минут 12-13 мы пообщались. Пошли жеребиться? Ну, жеребьемся.